Короче, ребята, едем на драмтеатре, и все говорят, что у нас на драмтеатре хотят ставить сцену, делать концерт, но все это неправда. На самом деле драмтеатр расширяют, вот как видите, видите, сейчас мы проедем, вот видите вот эти красные шпалы, это вот такой будет драмтеатр, еще больше, выше и лучше, так что никакой сцены и концерта тут не будет, его просто расширяют и хотят сделать лучше и красивее. Фонарик. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорила, что мы придете через 4 дня. А она говорит, что лентрация вроде уже в Володарске отменена, но нас не пускают. Нет, это самое, Сергей, здравствуйте. Да, да, ой, приятно вас видеть. Ты же не видишь? Ну, я не вижу, я слышу только. Да. И вижу фонарик. Может это, может быть, скорую вызвать ему сюда, чтобы все-таки увезли его? Нет, пока не надо. Не хочет он. Пока не надо, я... Не хочет. Он не хочет в больницу, я его уговариваю, но он отказывается. Пока не надо. Давайте в больницу, фигня. Нет, пока не надо. Если что, мы... Сергей, а ты знаешь что? Говорят, что с 1 октября будет проезд платный в автобусах. Так я не хочу... Для пенсионера, может, будет бесплатный. Да нет, наверное. Поэтому я уже ездить не смогу. Пока не надо, но если что... Нет, давайте вызовем. У вас нога просто отгнет и все. Может у вас диабет, кстати. Нет, диабета нет. Нет? Больше того, я все равно перевяжу ее. Перевяжу все равно? Не сегодня так завтра. Так тебе каждый день надо ее перевязывать. Надо, но не получилось. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а только что вызывали скорую? Вот мужчина, у него нога получается... Вот, ну, мухи летают, там язва какая-то. Он вообще не хочет. Но у него уже зрение потерялось. У нас такое ощущение, что он может умереть. А он отказывается госпитализироваться. Кто у вас этот мужчина? Где он находится? Ленина, 66. Ленина, 66. Кто он вам? Да он нам никто, просто его жалко. Он умирает, лежит и все. У него уже зрение потерялось полностью. Где он лежит? На втором этаже лежит прямо на кирпичах. Где, в подъезде? Да, Сергей Амельченко его зовут. В квартире у себя. Ну, там квартира разрушена полностью. И он там лежит, короче. Там есть родственники какие-то. Сестра ходит, ей 67 лет. Но она вообще ничего не вкуривает. Вообще. Мы ей говорим, надо его отвезти в больницу. Надо, то она говорит, нет, пускай лежит здесь. И он говорит, я буду лежать здесь, все хорошо. И все, он лежит вот у себя, вот тут умирает. Мы вот ему еды поносили, денег дали. Но это по походу все до одного места. Сколько ему лет? Где-то 55-60 ему. Если он не хочет ехать, может быть, вы там как-то ему принесли бинты. И пусть промывает свои раны. Может быть, у него сахарный диабет. Сказал, нету сахарного диабета. Нету. Ну, значит, надо просто дать ему йод. И перекись водорода, и бинты. И пусть он обработает свои ноги. Хорошо. Ладно, хорошо, спасибо. А если он решит ехать в больницу, то, конечно, безоговорочно. Скорая подъедет, его доставят в больницу. Короче, ребята позвонили в скорую. И, типа, говорят, что 10 машин на город. Ну, вы вот это все сами слышали. Так что сейчас, что, будем стараться, может, пробовать как-то его надоумить, чтобы вызвать скорую, чтобы он поехал в больницу. Потому что это тоже не дело. Вот смотрите, как, ну, можно сказать, так же живет, просто на кровати лежит, а не на камнях. Никогда не получается. Хорошо, давайте мы вам врача туда вызовем, сюда. А как врача вызовем? Ну, вызвать экстренное пути. Мне даже поскидывали номера есть. Да? Ну, это давайте в следующий раз, если что. Может, вы сможете еще прийти. А вообще, ему надо, чтобы посмотрели глаза. То есть, это надо в больницу, конечно, ехать, в принципе. Что это с глазами. Ну, я думал, в поликлинику. Так, вот это же катаракты уже-то развились. Катаракты так не развиваются моментально, стремительно. Ну, меня смотрела врач здесь. Ну, врач такая. Прибор. Кто такая врач? У нее. В поликлинике. Которая говорит, что от катаракты ты сразу ослеп, моментально. Говорит, что бывает и быстро. Такого не бывает. Ну, как? Она у меня развивалась уже, наверное, несколько месяцев. Чтобы прямо сразу вчера видела, а сегодня перестал видеть. А приборчик, то есть? Так не бывает. Это что так плюс? Копия паспорта есть у вас? Вы не сделали? Копия паспорта. Нет, пока не сделали, потому что выходные не делаются там нигде у нас копии. Я завтра этим буду заниматься с утра. Я просто за то, что знаете, что, вот, я даже посвечу, там это, просто там мухи летают у вас над ногой. Вон, мухи летают. Ну, вот именно. А мухи летают, это уже там что-то гниет, значит. Ну, мухи летают не менее. Ну, я ее перевязываю, это убираю я. Просто сегодня я не с мухи. А как он перевяжется? Саша, да? Да. Он не хочет перевязывать. Да, я теперь не вижу. Ну, он проблемный, конечно. Ну, сложно, я на ощупь перевязываюсь. На ощупь, это же не дело. И лучше вечером. Раньше фонарик мне помогал, а сейчас уже не помогает, потому что я не вижу и с фонариком даже уже. Вечером не отнесет. Мне теперь все равно, что днем, что ли вечером. Может, я даже сегодня перевяжу. Никак мне все равно. Вот. Или рано утром завтра. Завтра рано утром, конечно. Нет, давайте мы все-таки этого вызовем сюда. Ну, немножко позже, если сможете. Давайте на завтра. Не-не-не-не-не-не-не-не. Почему? Пока не надо. Не надо. Может, сам перевяжется, хоть... Мне надо перевязать самому. Это очень долго. Я несколько... Она присыхает, и потом я несколько месяцев... Несколько часов ее отмачиваю. Ну, надо отмочить же, он же не может его... Меня так врач смотрел, МЧС-ник возле театра. Что так смотреть, когда нельзя отмотать. Это ж надо отмочить. Я ее перевязываю периодически. Так долго и не мучительно. Просто проблема в том, что это уже... Периодически надо каждый день перевязывать. Уже четыре года. У меня знакомая вот сейчас одна тоже с такой же, с такими ногами. Значит, по-другому. Просто давайте сюда приедет. У нас есть этот самый врач один. Приедет, посмотрит, скажет точно, что надо делать. Нет, ну он знает, что надо делать. Я знаю. Мне надо просто вовремя лекарства, чтобы были. Если они будут забирать его насильно, это вообще незаконно. Это его личное дело, решать, да или нет. Поэтому, не знаю. Будем возить ему, значит, как-то бинты привезем, лекарства, перекись, все, чтобы обрабатывать. А может когда-нибудь как-то и уговоримо поехать в больницу. Ну, просто это я не буду. Сказали, если он захочет, если он захочет, то в любое время они могут приехать и его забрать. Вот так. Завтра понедельник. В школу. Так не хочется. Выходные так быстро прошли. Уже пять часов. Но все равно после школы тоже есть время погулять и до школы. И мы все равно также будем продолжать снимать видео. Так что всем удачи, всем пока. С вами были прогульщики.